Многие школы города в этом году отказались от вторых смен. Это стало возможным за счет дополнительных кабинетов, которые были отремонтированы, по сути, заново оборудованы из тех помещений, которые ранее не были задействованы. В этом году на ремонт школ и детских садов город выделил порядка 50 миллионов рублей плюс 20 миллионов средств шефских организаций. Мы завершили все работы. Сейчас ведется косметическая уборка уже, наведение порядка в Росово. По инициативе главы города вновь в этом году продолжился проект сочинских единороссов по распределению шефской помощи. Кто из партийцев и какую школу берет под свое крыло. Так, каждое учебное заведение получило традиционно своего шефа, благодаря которым детские сады школы радуют юных сочинцев. Все это делается на протяжении пяти лет исключительно для того, чтобы наши дети понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы у них было понимание, что вот красивая комната, комфортная комната, удобная комната, удобная для занятий. Сегодня глава города инспектировал завершение ремонта в школе номер 18. Это два здания, одно из которых было построено в 61 году, другое в 94. Вот так коридоры школы выглядели в начале ремонта. Сейчас все изменилось. Помещение внутри и в одном здании, и в другом не отличить. Мы здесь вскрыли полы, сделали новое покрытие из плитки, мы полностью отштукатурили стены. Старое было покрытие, старая штукатурка, соответственно, применялись новые материалы, новые подвесные потолки, полностью сделана проводка и системы безопасности. Конечно, начинать учебный год в отремонтированных классах удобнее и приятнее, говорят на встрече с мэром, сами учителя. Сейчас преподавательский состав практически полностью сформирован. А вот сколько детей в этом году сядут за парты, пока сказать сложно. Заявления продолжают поступать. Настроения же у преподавателей уже рабочие. В школах появилось новое оборудование. У нас практически все кабинеты оснащены интерактивными досками. Специализированный кабинет физики, химии, биологии. Они получили свои лаборатории, которые позволяют детей готовить лучше и к экзаменам, и давать более глубокие и прочные знания. Поэтому раньше, конечно, такого не было. Детские сады также могут похвастаться красотой. В Кудепсте у детского сада номер 9 обновили кровлю. Еще и приведена в порядок территория вокруг. Появились свободные площадки, их забетонировали, завезли землю, посадили новые деревья. У каждой группы своя новая прогулочная веранда – спортплощадка. Вложено много бюджетных рублей, но и здесь не обошлось без помощи шефов. Глядя на усилия воспитателей, подключились и родители. Уже сейчас, конечно, хорошо. Деткам свободно, деткам просторно. Родители стараются, начали высаживать и цветы, и все, потому что им тоже нравится, когда, знаете, детский сад преображается. И я бы не сказала, что родители у нас равнодушные. Нет. Знаете, всегда есть в группах родителей, которые очень хотят помочь. Через два дня все учебные и дошкольные заведения города будут приняты после ремонта. Акты готовности передадут затем в край. Ну, а, конечно же, главными ценителями станут сами дети. Как подчеркнул на встрече с преподавателями глава города, надо воспитывать и учить детей в комфортных условиях, чтобы у них появилось желание жить и работать в чистоте и уюте. С детства им прививать бережные отношения и любовь к дому, к школе, к родному городу. Тогда и улицы, парки, скверы, дворы и дома будут в Сочи выглядеть еще более привлекательными.